итак приветствую вас друзья вы снова на канале веселый инженер и сегодня я расскажу вам как выбрать диаметр отверстия под резьбу то есть все знают что такое отверстие все знают я надеюсь конечно что такое резьба а вот какой диаметр просверлить чтобы получить нормальную резьбу вот этот вопрос мы сегодня обсудим поехали вы встречаете на чертежах вот такое обозначение резьбы вот видите вы может быть такое обозначение может быть такое еще много различных обозначений это собственно говоря не важно мы имеем диаметры резьбы м20 а номинальный диаметр которые 20 то есть резьба метрическая с номинальным диаметром 20 конечно тут можете сказать что до к что тут дом и 2020 до но вы учите что мечик когда заходит в отверстие он тоже режет металл и для этого чтобы получить нормальную резьбу мы должны ему оставить припуск ну рассмотрим вспомним да может кто-то кто-то вспомнит кто-то не знает а кто-то узнает заново этап образования резьбы в отверстии первый этап это сверление конечно бывает еще дело такое направляющие центровочное отверстие то есть намечают как говорят деталь но это можно кондукторную втулочку аккуратно просверлить и без этого первое это сверление второе мы делаем фасочку такую может быть и ковочку какую-то сделать ну фасочку для чего нужна фаска фаска нужно для того чтобы ваш мечик когда заходит он заходил без с минимальным смещением достаточно просто чтоб ему придать ход пушными чеки на самом очень большая тоже фаска мы рассмотрим следующих видео стрежущие инструменты сверла будем рассматривать и мечики то что не забудьте подписаться на канал поставить лайк на этом видео потом у нас идет собственно я мечик выворачивается деталь до определенного уровня и потом и чит выходит из детали мы получаем уже на выходе готовую резьбу получаем готовую резьбу вот такую резьба но вы как видите вот диаметр резьбы вершин и встает у нас соответствующий вопрос да ну у нас а людей которые про это не знают которые смотрят это видео хорошо если мы просверлили вот это диаметр d1 то как его узнать какое сверло взять если допустим у нас м 20 а для этого есть два способа первый способ это таблица вот такая табличка где указано можно найти в интернете можете кто не лень искать в интернете напишите мне в комментариях я пришлю вам на почту вот такую табличку вот ищем допустим мячик вот вас резьба примеру m22 вот мы нашли сбор значит сверло 18 если нас резьба м18 на 2 сверло 16 и видя это мы плавно подходим ко второму методу может быть кто-то уже догадался кто даже не знал до этого как это делается ну сейчас все станет ясно окончательно как найти какое сверло под резьбу без таблицы и так предположим требуется нарезать резьбу м10 на полтора значит для этого мы узнаем номинальный диаметр резьбы это 10 потому что м10 соответственно резьба 10 второе чтобы делаем это взрыв номинальный шаг резьбы в нашем случае это полтора один и пять будем так правильно полтора это литра пиво допустим так третье вычитаем из первого значения 2 то есть 10 минус полтора равно восемь с половиной и соответственно диаметр отверстия под нарезание резьбы равен восемь с половиной миллиметров нас в техникуме учили проще нам говорили что диаметр под резьбу ну и может там вас там вам вам так будет проще запомнить реально диаметр под резьбу это номинальный диаметр допустим если даем 10 это 10 минус шаг резьбы если это 2 значит отверстие 80 это полтора один и пять насчет отверстия восемь с половиной и так далее надеюсь свое видео было полезно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии буду рад с вами пообщаться пока пока